Приветствуем, друзья! Смотрите «Холодильные новости» за вторник 05.03.2024 на нашем канале. Полаер представляет контроллер для управления работой холодильного оборудования. Производитель чипсов и снеков построит новый склад в Дмитровском округе. Новый контейнерный терминал возведут в Подмосковье. Ледовый дворец построят в Башкортостане. Поставьте, пожалуйста, лайк, если это видео оказалось полезным для вас. Первая новость сегодня. Полаер представляет контроллер для управления работой холодильного оборудования. Полаер Групп объявляет о завершении первого этапа проекта по разработке электронных блоков управления собственного производства для объединения оборудования в экосистему. Компания представляет контроллер Полаер Тотал Контрол 4.0 для управления работой холодильного оборудования с поддержкой технологии Индустри 4.0. Новый контроллер ПО. Читайте подробнее на нашем сайте сегодня. Производитель чипсов и сноков построит новый склад в Дмитровском округе. В рамках контроля за строительством объектов в Московской области главгостройнадзор в сотрудничестве с лабораторией Мособлстройцнил провели проверку хода строительства склада для картофеля перерабатывающего завода Рускарт в Дмитровском округе. Сотрудники лаборатории провели ряд исследований, включая определение вертикальности железа. Читайте подробнее на нашем сайте сегодня. Третья новость сегодня. Новый контейнерный терминал возведут в Подмосковье. ПАО «Трансконтейнер» входит в группу компаний «Дело», планирует реализовать крупный инвестиционный проект, создав в городском округе Чехов контейнерный терминал. Ориентировочный размер инвестиций в рамках проекта составляет 10-12 млрд. рублей. Проект, имеющий большое значение для развития логистики региона, находится на сопровождении специалистов Министерства инвестиций. Читайте подробнее на нашем сайте сегодня. Четвертая новость сегодня. Ледовый дворец построят в Башкортостане. В Дюртюлинском районе Башкортостана появится Ледовый дворец. Об этом заявил глава республики Радий Хабиров. По его словам, проект дворца уже готов. Также определена территория для его возведения. Строительство планируют начать в 2025 году. Объект должен быть готов к 2026 году. На сегодня все. Обсуждайте новости и обращайтесь за помощью к специалистам по холодильному оборудованию в наших группах. Ссылки внизу. Продолжение следует...